Госавтоинспекция БМВД России Орска убедительно просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными водителям при приближении вообще образовательным дошкольным учреждениям. Пешеходному переходу необходимо запроговременно снижать скорость, быть готовы применить экстренное торможение в случае необходимости. Именно так через сигнальное громкоговорящее устройство Орские сотрудники ГИБДД предупреждают и водителей, и пешеходов о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Участок дороги на проспекте Ленина выбран не случайно. В последнее время здесь все чаще случаются аварии. Так, например, в начале сентября на Зебре водитель Тойоты сбил 26-летнего пешехода. Пострадавшему диагностировали перелом плечевой кости. В августе на этом же месте Митсубиши Лансер врезался в экипаж скорой помощи. От удара легковушка рускурочила. Чуть раньше на проспекте Ленина произошло тройное ДТП, в результате которого ВАЗ-2112 влетел в столб. В последних двух ДТП люди не пострадали, и это далеко не все аварии, которые случились именно на этом участке дороги. Сотрудники госавтоинспекции МОМВД России и Орская еще раз напоминают горожанам о том, как важно помнить элементарные правила, которые могут сохранить вашу жизнь. Пешеходам быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Нужно остановиться, убедиться в безопасности, только после этого переходить на другую сторону, так как водители автомобиля могут и заметить пешеходов, которые выходят на пешеходный переход. Также водителям автомобиля быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, к образовательным учреждениям. О правилах дорожного движения через сигнальное громкоговорящее устройство напомнили и жителям Новотроицка. В городе Орска, чтобы не случилась битва на дороге, советую запомнить и выполнять такие правила дорожного движения. Пойдите только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Переходи через дорогу только на зеленый сигнал светофора и по пешеходным переходам. Прежде чем перейти через дорогу, остановите пешеходного перехода на краю тротуара. Прислушайся и осмотрись. Посмотри налево, направо, еще раз налево. Если нет близко идущих машин, переходи. Постоянно контролируй дорожную обстановку взглядом. Если обратиться к полной статистике, то всего за 8 месяцев в Орске и Новотроицке произошло 97 ДТП, в которых погибли 12 человек. 128 пострадали. В прошлом году цифры были значительно меньше. 81, 6 и 88 соответственно. В госавтоинспекции отмечают, что ухудшилась ситуация и по детскому дорожно-транспортному травматизму. С начала 2023 года произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В прошлом году таких аварий было 11.